Я снова рад всех приветствовать на канале Волчонок Поваренок и с вами я Олег. Сегодня хочу вам поделиться очень вкусным, замечательным рецептом картофеля по-деревенски. Это будет гарнир к нашему основному блюду. А так как вы поняли по названию ролика, сегодня я вам хочу показать хрустящую рыбу в кляре. Причем именно хрустящую. Многие говорят, что хрустящая, но она хрустящая у них только первые 5 минут. Потом, когда она остывает, она становится не хрустящей. А я вам покажу именно тот рецепт, который даже когда вы ее уберете в холодильник и потом на утро достанете, она все равно останется хрустящей. И все эти секреты я сегодня открою и поделюсь с вами. Рыбу можете будет использоваться. Рыбами вернемся чуть-чуть позже. А сейчас мы начнем подготавливать гарнир к нашему блюду. Ну и как всегда, перед началом ролика можете поставить на паузу, прожать лайк и смотрим, господа. Для начала картофель, как обычный, мы его порезали на дольки. И перед тем, как его замариновать, нам необходимо его просушить влажными салфетками. Иначе он не получится у нас вареный. Поэтому выкладываем просто на салфетку. Необходимо просушить перед тем, как ее мариновать. Для этого нам необходимо выложить ее на противень и на сухие полотенца. Сверху и внизу все промокнуть и просушить, чтобы она у нас получилась вкусная, с хрустящей корочкой. Хорошенечко всю ее... Влагу всю из нее впитываем. Ну все, ребята, вот подготовили нашу картошечку. Как вы видите, я ее немножко прокрахмалил и пропитал влажными сухими полотенцами. Все, теперь что нам идет для мариновки. Я взял стабильную какую-то приправу для картофеля. Здесь уже есть все. Также использую паприку сладкую. Можно какую-нибудь другую. И сушеный чеснок. А здесь просто у нас прованский трав. В этом красивом грибочке. Ну все, сейчас насыпаем все на глаз. Перемешиваем с маслицем. Все, ребята, все посыпали. Все специи, все три вида травы и приправы. Наливаем подсолнечного масла. Все перемешиваем. И она у нас немножко должна постоять мариноваться. Перемешиваем руками так вот прям. Маслица. Добавить можно маслице кунжутное, оливкое, подсолнечное, любое. О, сейчас она у нас немножко промаринуется. Тут все красиво получится. И отправим ее в духовку. Все, ребята, постелили наш противень. Картошечка. И теперь вот так вот выкладываем каждую отдельно, чтобы она не сильно друг к другу соприкасалась. Вот так вот начинаем выкладывать на противень. Ну вот, ребята, вот мы и заполнили наш противень. Я еще сверху посыпал ее укропом, прованским травами. Ну все, сделал красиво. Все, она вся тут в маслице на пергаменте. Теперь мы ее отправляем в нашу разогретую духовку. До 180 градусов. Смотрите, в зависимости от своей духовки, господа, должно приблизительно 25 минут картошка должна делаться. Открывайте, смотрите. Если у вас духовка слабенькая, то можете подержать чуть подольше. Все, 25 минут и готово. Ну вот, друзья, и пришло время приступить после картошки к приготовлению нашей рыбки. Подготовке нашей рыбки. У нас здесь находятся в данный момент хек и хоки. Две белые рыбы. Можете вообще рыбу использовать любую. От ментая до красной рыбы. Неважно, это на ваш вкус и цвет. Можете использовать хоть океанскую, морскую, речную, хоть болотную, хоть которая в луже плавает. Вот. Сначала нам ее необходимо просушить. Вот. Поэтому она у нас сейчас лежит и сохнет на вафельных полотенчиках. Пока рыбку откладываем в сторону, необходимо нам только для того, чтобы она пока у нас была, только немножко. Лишь присолить слегонца. Приперчить и присолить. Это все, что пока нужно для этого. А сейчас мы будем делать подготовку к кляру. Ну что, ребята, подготавливаемся немножко сейчас к кляру. Что нам понадобится для кляра? Нам нужно 2 яйца отделить желток от белка. Я вам расскажу позже, что сделать с белком. Белок пока отставляем в сторону. К желтку. Желток нам понадобится. Майонез нам понадобится. Также нам понадобится крахмал. Также нам понадобится куркума. Также нам понадобится разрыхлитель теста. Это нам понадобится чуть позже, я вам скажу. Ну и мука. Сейчас все покажем и расскажем. Ребята, перед тем, как муку использовать, необходимо ее просеять. Чтоб она напиталась воздухом и кляр был пышный. Понимаете, для чего это делается? Вот так. Друзья, продолжаем дальше. В общем, не отвлекаемся. В общем, сюда 2 яичка желтка у нас убавили. Вот как я и сказал. Добавляем мучки. Сейчас будем наводить кляр. Мучки пока кладем 2 ложечки с горкой. А там дальше посмотрим. Будем доводить до констинтенции, как делали блины. Констинтенции. Ну вы поняли. Теперь рябушку в магазин добавляем. Ой, майонез. Из магазина куплено. Так, добавляем майонез. Вы можете... Кстати, я вам рекомендую использовать кляр на основе пива. Многие так делают, да. Но я почему-то не хочу использовать пиво, потому что вдруг я потом захочу его выпить ненароком. Так что мы будем использовать водичку. Добавляем водички. Я все делаю на глаз, ребят. Не могу вам сказать, сколько это все будет. Все это взбалтываем. Кстати, не забываем, что у нас и так же идет сюда обязательно куркума. Потому что она доставляет, ну, делает в муке красивый вид и нашему кляру. Мммм, это будет бомба. Вот. Все. И все это начинаем вот так вот делать. Чуть-чуть позже мы вернемся... Чуть-чуть позже мы вернемся к белкам нашим. А сейчас мы еще добавим сюда обязательно разрыхлитель для теста. Чуть-чуть. Это вот буквально чайную ложечку пол. Вот так вот надо, да, немного разрыхлитель теста. На глаз, ребят, все делаю. Пропорции не знаю. Я повар от бога. А повара все на глаз делают. И еще у меня есть вот такая вот изюминка. Я же вам сказал в начале ролика, что идет для сухого кляра, прямо хрустящего, чтобы он не портился. Идет и крахмал, и разрыхлитель. Это обязательно. Поэтому добавляем еще крахмала. Вот. Вот это тема. Теперь видите, что у вас все немножко густо, да? Вот он не должен быть такой. Кляр у вас должен быть прямо как блинное тесто. Немножко. Так что, видите, еще чуть-чуть не хватает. Еще чуть-чуть добавляйте водички и доводите до ума. До ума. Вот. Примерно вот так вот должно. Оп. Вот такая вот должна получиться клярная масса у нас для рыбки. Видите? 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 Ма персика маааа. Ну все. А теперь переходим к белочкам. Сейчас мы их будем взбивать до пышной пены и добавлять сюда же. теперь перекладываем нашу взбитую пенку добавляем к нашим кляр белочки и вот это все делаем ребята мне уже хочется это попробовать а вам самая фишка еще впереди вас ждет сначала рыбу не сразу бросаем в кляр как многие делают это ошибка это ошибка это ошибка бросать рыбу сразу сюда в кляр и все вместе переваловать и туда для начала рыбу нужно просушить потом ее обмакать все в муке и только потом в муку кидать в кляр иначе кляр не прилипнет из рыбы будет не муки вы поняли поняли мотайте на ус лайфхаки от олежки все ребята прошло 25 минут достаем нашу красивую картошку смотрим это белиссимо сейчас будем гарнир в общем готов сейчас будем заниматься рыбкой пока уберем его в духовку и выключим чтобы она у нас не остывала потом красиво сделаем а кому понравилась картошка по-деревенски ставьте лайк подписывайтесь понятно что уроки ребята вот так ну что ребята пока наша рыба немножко лежит и сохнет кляру уже мы с вами сделали сейчас мы займемся быстро соусом тартар который подается к нашей хрустящей рыбе для этого мы просто берем туда кладем укроп и петрушку если есть у вас кинза то можете сделать с кинзой также добавляем чесночок пум-бум и также используем огурчики либо соленые либо маринованные это на ваше усмотрение у меня соленые маринованные в общем кладем огурчик я делаю соус тартар в блендере мне так удобней потом я его эту однородную массу смешаю с майонезом и еще вам покажу кое-какие тонкости и нюансы а вы можете огурчик и все зелень в принципе нарезать с ножа очень мелко поехали ребята приступаем к фазе приготовления соуса тартара секретиками смотрим после того как я в блендере перемолол укроп петрушку и соленый огурчик мы эту все однородную массу выложили салатницу это будет наша основа соусница основой идет естественно майонез используйте любой это не реклама дальше ребята после того как мы положили майонез я бы по вашему вам бы советовал положить еще сюда перчик чили но так как он уже зимой в магазинах его найти сложно я вы вышел из положения и использовал вот такой вот в магазинах продается соус чили просто капнем его немножко отсюда соотношение к майонезу должно быть меньше но также чтобы при этом острота и чуть-чуть он покраснел и чтобы наш соус вообще заиграл идеальными красками сюда идет сок лимона лайма ну или можно использовать также обычный вот и все ребята соус тартар классический не классический но это лично мой соус тартар классический он идет только с огурцом от себя я вам показал вот такой вот это отличное соотношение подходит макать нашу рыбку очень вкусный рекомендую кому понравилось напишите это в комментарии что взяли на заметку для тебя для себя что-то новое ребят ну а мы идем самому трудному и кулинарному делу жарить рыбу в кляре в несколько заходов она уже ждет пошлите ребят ну все ребята приступаем здесь у меня готовится рядом рыба мука наш кляр с куркумой немножко тут падает свет у бабушки плохой свет на кухне готовлю у него постелил есть чтобы не заляпать плиту кляром фольгу специально плиту сейчас мы заливаем масло будем делать домашний флитюр сейчас попробую разобраться что-нибудь с освещением сейчас нагреем и начнется наше самое таинство жарки рыбы что ребята не обессудьте про темную съемку меня тут у бабушки свет плохой если вы чтобы проверить как вашего масла нагрелась необходимо сунуть сюда зубочистку если она вот так видите пузырится значит масло накалилось можно приступать к работе приступаем к работе для начала берем нашу рыбку все она уже тут просохла более менее обмакиваем ее в муку вот так вот хорошенько если вы ее не обваляете в муку то кляр к вам пристанет плохо прилипнет дальше кладем ее туда в кляр вот так вот раз все красивые так 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 сделали да все раз чтоб у нас ничего не лилось и опускаем еще вот так вот надо поливать сверху поливать 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 все и так же проделаем ту же процедуру со следующей рыбкой и так сейчас по пять минут по 6 каждых сторон будем жарить вот так ребята процесс труда емкий трудоемкий рыбы туда много не засовывайте понемножку несколькими порциями и будем жарить потом переворачивать должно получиться изумительно такая вот красота у нас получается первую которую забросили она уже тут хорошо себя ведет вот переворачиваем о какие кадры ребят не забываем поливать вот так вот она тут и так у нас полностью плавает все хорошо процесс трудоемкий до каждую рыбку надо будет быстренько раз 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 несколькими партиями много не суйте ребята и засовывайте сразу всю чтоб она плавала не соприкасалась друг другом буквально 5-6 штучек раз откинули потом вот на вафельное полотенце чтобы жир весь питался и приступаем потихоньку также следующей партии заходов будет много но потом постепенно все сделаете и вам покажем продемонстрируем продегустируем все соуса и будет полностью вообще шикардос а вы готовите на кухне танцуете ребята я всегда танцую на кухне волчонок поваренок на позитиве ребят такое блюдо бы на костре приготовить до в лесу рядом природа птички поют шалаш да красота как-нибудь потом в казане с вами замутим что-нибудь подобное поскорее бы уже лето ребята кто хочет лето пишите ставьте лайк ну короче я вам сказал ребяткишки уважаемые зрители блюдо необходимо пожарить 5-6 минут все больше не передерживайте как кляр до золотистой корочки сделался все вот в принципе рыба нежная вкусная ей долго не надо откидывайте и следующее кстати пользуясь моментом хотел бы передать привет любашке и у неё канал называется любашина будни ребята переходите обязательно у меня увидите комментарии и под видео очень классная девушка позитивная снимает очень смешные истории с тиктока прям ржачный также вкусно готовит вот мы недавно с ней обменивались посылками так что поддержите канал переходите любашкины будни не забудьте переходите и подписывайтесь и дружите с ней будет очень весело ну и ребят всем 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 я не на я не на тебе тоже огромный привет спасибо за посылку платочек маме понравился готовим вкусно-вкусно готовим вкусно-вкусно готовим очень вкусно готовим вкусно-вкусно готовим очень вкусно готовим очень вкусно наконец-то этот долгий процесс закончился я не знаю сколько я делал подходов жаровки ну штук восемь наверное хотел сказать ходок но ходка это про другое в общем вот такая рыбка у нас получилась картошечка получилась вот отменной можете посмотреть все близко так у нас выглядит соус тартар сейчас я с вами продегустирую попробую ах этот звук такая рыбка нежная получилась соус тартар эта вещь ребята это бомба это вышка немножко палец порезал пока работал ну как без этого картошка вообще как чипсы бомбически вот такая пища это называется фастфуд много такую не поешь ребята много такой неготовки особенно детям но иногда можно себе такое позволить и побаловать себя таким вкусным рыбным клярным блюдом это просто шедеврально меня нет слов берите на заметку пробуйте благодарите не благодарите пишите понравилось не понравилось как делаете вы может быть что-то я от себя от вас возьму что-то новому научусь может чем-то я вам новым подарил как говорится может что-то новое вы для себя из этого видео извлекли все я вам хочу сказать ребята готовьте кушайте спасибо что смотрите нас всем приятного аппетита спасибо за внимание всем пока до новых встреч а кто еще не подписан подписывайтесь на канал нажимайте колокольчик всем благ